Я же ещё один конфликт не обсосал со мной. Я вчера после... после голоса оказался в новом конфликте. Оказался... я не знал про него, что он есть. Оказалось, он есть. Мне на нём этот... Олег Рэйчел написал. Короче, мне пишет Олег Рэйчел. Ну вот, который инсилию, всё вот это. Огромные сообщения, типа, блядь, Макс, ты прикольный чувак, было приятно поиграть. Иногда ты фонишь в игре в плане того, что там, типа, орёшь, мотивируешь, типа... Ну, а в целом прикольно, видно, что у тебя игрового опыта мало. Но играл ты всё равно молодец, красава. А я такой, бля, приятные слова, в принципе. Ну, всё правильно сказал. И дальше нахуй, я думаю, ну, я вот этот момент читаю, думаю, всё заебись, ну, прям, ну, по факту. Я реально иногда, типа, сильно ору, такой, а, давайте ебать их. Ну, кому-то может быть некомфортно. Ну, правда, то есть, я понимаю, прекрасно понимаю, это уже как коннектятся люди. Дальше получается что? Он пишет, я почему это пишу? Там просто Лина написала пост. И теперь нас жрут с Курашом и Ктомом. И я такой, что, блядь? Ну, то есть, вы помните, я запустил стрим позавчера и такой, ребята, если что, во всём виноват я. И тут хуйняка это происходит. А, моё преимущество как игрока всегда стояло в том, что я всегда спокойно реагировал на любые высказывания мошню между тиммейтами. Спасибо за это опыту на Фейсити и складу характера. Если меня кто-то напрягал, просто кидал в муд без каких-либо попыток вступить с игроками в споры, срачи, поливания друг друга с оскорблениями. Меня подобное раздражает, как и многих. Но мне интереснее игру выиграть, чем кому-то доказывать и портить себе настроение. На стримах часто скажу, как пишут, я бы уже монитор разбил. Как и у тебя... А, подожди, типа, на стримах часто вижу, как пишут. Я бы уже давно монитор разбил. Я просто быстро читаю, чтобы донести до вас суть. А, как у тебя нервов хватает так играть? Или я бы уже в ответ начал выписывать, как ты держишься. Но даже я до сих пор вахую с того, с чего я наслушал за эти два дня турнира. И я такой, что? Ну, то есть, на самом деле, первый день был плюс-минус нормальный. То есть, там максимум вот то, что вот мне запомнилось, из-за чего вот прям мне не понравилось. Это я помню, где, по-моему, то ли, по-моему, Кураж, да, Кураж. Мне начало орать, типа, иди запушь яму на мираже. Помните, когда я почти клатч выиграл 1х5? Это он же мне заорал, иди пушь яму. Я вообще хотел сыграть более аккуратно. По-моему, Ктом говорил, типа, сыграй более аккуратно, а Кураж говорил пуш. И я такой, типа, бля, ну мужик, ну нахуя? Ну, типа, зачем? Ну, есть такие моменты, но это все равно игровая хуня. Прям это супер игровая хуня. И я к этому уже привык после братишки, на который постоянно тоже комментирует, что делать. Ну, это просто есть такие чуваки, они берут ответственность, говорят, так делать, и все. Это обычный игровой момент. Это неприятно иногда происходит. Допустим, вот на следующий день была ситуация, часто, когда я, вот допустим, 7 раз, когда мне, я выхожу, и мне один чел в моменте говорит, это делай, это не делай. Вот такое было тоже. Но, опять же, это просто игровая тельтовка, поплавка. Я к этому отношусь прям, ну, плюс-минус, ну, нормально. Там вот только в одном моменте, я помню, прям пиздец был. Как раз на нюке, когда, помните, у нас этот чел взял 1х4. Вот это именно была та самая ситуация, когда я сижу в таймере, я понимаю, что мне выходить не надо. Мне кураж орет, выходи. Я такой, блядь, мне не надо выходить. Он говорит, выходи. Кто орет, не выходи. Я просто вот туда-сюда, вправо-лево, нахуй. В результате я даже, ну, прицел нормально не поставил, поняли? То есть я мало того, что должен был сидеть, я выиграл бы раунд 100%. Так еще, ну, то есть, реально, вот это прям момент, с которого вот я сгорел. Но это только со мной. И то, я все равно мог эту ситуацию выиграть. У меня такие моменты были, ну, я к такому привыкший. Это нормальная ситуация для меня, это, в принципе, игровая хуня. Ну, я говорю, я с братишкой, ну, блядь, играю, там каждый раз такая залупа, поэтому, в принципе, съедабельно достаточно. Я думаю, много кто играет в КС понимает, про что я говорю, да? Типа, это, в принципе, ну, ничего такого, чтобы из-за этого устраивать трагедию. В первый день, когда мы сели играть, первую карту, и вместо спокойной, четкой инфы, полетел какой-то нереальный спам, войси и обер-реакции на каждые раунды, даже при нормальном счете. Это, на самом деле, она, скорее всего, про меня, потому что я, короче, после каждого раунда говорил, типа, «Да, хорош, давай, кулачок, давай, вперед, йоу!» Она даже поворачивалась ко мне, говорила, «Бля, ты слишком много, типа, фонишь». И потом, кто поворачивается, это я говорю. Я такой, бля, ебать. У нас реально просто тембры с ним похожи, когда мы сидим вот так говорим, по носу, поэтому да. Но, ну, я не знаю, то есть, наоборот, первые дни у нас была овер-мотивация по общению. Ну, прям, много кто говорил, но это было, в принципе, в пределах нормы. Овер-реакция была, наверное, только, знаете, где? На... когда мы 10-2 проебывали. Но даже там как-то все было плюс-минус хорошо по морали. Вот, правда, прям, ну, я говорю, мне очень сложно ценивать мораль, потому что на второй день я себя чувствовал хуёво. Когда ещё получалось держать фокус на игре, я без особого труда перестрелывал соперников в своих дуэлях и старался не отвлекаться на какие-то возмущения друг к другу. Ещё компы были так хорошо настроены, спасибо Бэтбум, что я сама удивилась, насколько идеально я чувствовала и спрей, и стрейфы, и каждый флик. Процент хэдшотов, мне кажется, я набил в два раза выше, чем дома. Однако, уже тогда было бы тяжело не воспринимать детальтованное настроение других игроков. Блядь, не знаю, вот я говорю вам серьёзно, вот в первых играх, кто, к Том, ты тут? К Том, к Том, к Том, к Томыч. Он же рейд кидал, не знаю, может, он остался? Бля, он ушёл, наверное. Ладно, он ушёл, он ушёл. Короче, я говорю, вот первые катки, там вообще, ну, чё такого не было, тут какие-то игровые моменты. Самый пиздец был, вот, когда мы 10-2 играли, но там не было чё-то критичного. Я, ну, до этого уже, по сути, говорил, так что вот. А во второй день я тоже терпела, особенно, когда нужно было начинать матчи с карты, которую я вообще не играю. Блядь. Хотите, вот говорю, когда сказали, что мы играем нюк первую, я сразу понял, что пизда мы проебали. Ну, я, короче, начал надеяться на К Тома, на Кураша, Рачела и Лину, потому что я не могу на нюке залезть на лестницу. Понимаете, Ред? Я застреваю на ней. Я не знаю, как на ней играть. Ну, то есть, я вообще, ну, то есть, это, это прям вот карта моя, 5% минрейта, я по лестнице там не могу залезть. Я не знаю, почему. Вот в CS GO я мог это сделать? В CS 2 у меня не получается. Я просто вот прыгаю на лестницу и застреваю, как будто в текстурках там. Мы уже, когда играли с этими, с 89 складом, на меня все горели, потому что говорили, ты долбоеб ебаный, ты типа троллишь, это невозможно быть таким тупым. Я говорю, ребята, реально, сука, я не могу. Ну, я реально прыгаю и застреваю, я не понимаю, почему. Я просто там застреваю. Не знаю, возможно, из-за того, что у меня колесико, возможно, из-за того, что как-то неправильно прыгаю. Ну, я, я, я правда, я правда не понимаю. Я предупредил несколько раз, что если будет пикаться нюк, то, эээ, не смогу показать своих возможностей, потому что достаточно плохо ориентируюсь на нем. Окей, ничего страшного, на любой мапе можно оставаться полезными для команды. Я была настроена хорошо и знала, что даже на своей не самой лучшей карте мы будем сильнее. Ну, на самом деле, я примерно так же мыслил, плюс-минус. Но не пошло, то есть, просто не пошло. Однако, после первых двух раундов началось какое-то бешенство и все мое терпение, чтобы не сгореть, закончилось окончательно. Я с такими криками, ну, кстати, на самом деле, первые раунды искать, чтобы у нас были супер токсичны. То есть, я даже помню, короче, один раз я затроянил и не выполнил кол Кураша, причем, ну, я просто затупил. Он мне сказал, выбегай в будку, я выбежал, выбежал в дверь. И я еще из-за этого под гранату к Тома попал, потому что вообще другой был кол. И мне прям Кураш сказал, типа, бля, Мак, успокойся, пожалуйста, типа, что за хуйня ты делаешь? Я сейчас сгорю, если не перестанешь делать. Ну, то есть, ну, на самом деле, то он прав. Я просто не выполнил его указания. Вот это прям то, что я точно запомнил, но в этом ничего такого нет, он прав, абсолютно. Я просто затроянил, завтыкал и сделал не то, что должен был. Как будто, вот, да, дальше на нюке был пиздец. Я помню, что я сидел, пытался как-то чуваков, такие, давайте до конца играем, давайте, все получится, ебать, давайте, давайте. То есть, то, что были в тельте, ребята, ну да. То, что это было настолько жестко, как описывает Лина, ну, в призму восприятия, типа, я, возможно, по-другому это видел. То есть, на мой взгляд, было полегче, чем она описывает это. Я с такими криками, срачами и волной негатива в оси не сталкивалась никогда. Что, блядь, на самом деле, вот если честно, вот я когда играл, допустим, даже с другими ребятами, ну, было пожестче в плане токса. Просто Рачел вообще не токсил. Разве что Кураж с Ктомом иногда там вариантами перекидывались, но это тоже игровые моменты, все. Я, по-моему, один раз и все время, там, иногда только предлагал какие-то идеи, там, Кураж говорил, иди нахуй, я такой, а, ладно, все, не буду ничего предлагать. Ну, так, если вариант есть. А, нет, один раз согласился, один раз согласился со мной, один раз, один раз. Что обычно делают люди, когда лузают один раунд? Нет, все, норм, забыли, играем дальше. Что я слышал каждый раз после проигранного раунда? Блядь, пиздец, блядь, никакой поддержки друг другу добрых слов, один мат, недовольство. БТВ, к синту вопросов нет. Поняли? Я добрый. А вы говорите, я токсичный, сука, в играх. А, мало того, что сам круто играл для человека, который редко заходит в КС, да, это я, 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 я. Так еще я держался на позитиве, да, ребята, да, ребята, это я, да, 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 человек, который редко играет в КС, да, это я, это я, это я, это я. Ну, короче, я талант, давайте просто признаем, я талант, я талант, ребята. Когда у нас человек оставался в клатч 1x1, один в наушнике кричал пикой, в которого в это время не пикой, а не давая тиммейту нормально разыгрывать легкий раунд. Ну, это было, я вам про это даже рассказывал. Когда мы оставались 2 в 1 или 3 в 1, могли спокойно разыгрывать вместе, а слышали 2 абсолютно разных кола. Но это было, это было, это было. Я помню, вот даже вот другая ситуация была, я помню, мы с Ктомом стоим, вот этот человек в воде, мы знаем информацию о нем, и нам просто орут, типа, пикайте вместе вдвоем. Я говорю, типа, сейчас? Говорю, да, прямо сейчас. Я такой, ну ладно, я пикаю, умираю, потом умирает Ктом. И мы такие, а нахуя мы это сделали? Мы, типа, могли просто ее подождать и добить. Ну, хуя нам вообще вот так просто, ну, нестись, блядь, по очереди к ней, если мы можем, ну, просто подойти вместе, сыграть вместе и просто ее ебнуть вдвоем, зажать. Ну, то есть, иногда как будто на нервах колили. Ну, мне, говорю, мне в той ситуации было настолько похуй, потому что меня котелок вообще не варил, я вообще сам не мог думать. Так, займи вот эту позицию, зачем туда идешь? Хотя вот этого я не слышал, это, наверное, или не было. А, да, это было, кстати, это было, это было, да. Все, в чем для людей из Пека, все это абсурд. Блядь, да, я, короче, смотрел некоторые моменты, и, ну, мне там прямо пишут, что Стин делает, и я такой. Блядь, чуваки, если бы вы знали, нахуй. Блядь, забавно. Ну, игру, это все игровая хуйня, то есть, ну, просто это игровая хуйня. Ты же не знаешь, что происходит в Тим Спике. Это же не твой выбор, куда ты идти. Тебе говорят люди, что делают, ты это делаешь. Потому что вы команда, сука, понимаете? Вам нужно следовать чуваку, что он говорит. Все, никаких проблем, это игровая ситуация. О ком вообще Фокси настроен, победу можно и может идти речь, если тебе приходится все силы тратить на то, чтобы абстрагироваться не только от зала и внешнего шума, потому что лан, но и от своих же тиммейтов. Блядь, ну, кстати, я не знаю, я на лане вообще не слышал, блядь, зал. Я игру-то не слышал, я слышал вот этот только белый шум вот такой. Вот это вообще пиздец, ребята. Я не ждал такого негатива, давления, пыток и перестроить игру друг друга. Ненужных подсказок одновременно от нескольких игроков, криков и тильта. Посмотрите, у нас с Линой какая была ситуация? Разная немножко. Меня полностью освободили от работы, вообще внутриигровой. То есть обычно такой хуйнёй должен заниматься какой-нибудь там чувак уровня к Тома, без работы сидеть, кайфовать. Но из-за того, что у меня просто нет опыта командного КСа, ну, в достаточном количестве, чтобы играть, ну, против ребят там повыше-повыше, всё делали за меня Рачел и Лина. То есть у меня была фулл свобода. Возможно, возможно, как раз-таки из-за этого я не чувствовал этого негатива в целом. Потому что я, как бы, любой негатив в себе воспринимал как, ну, должное, потому что меня освободили от работы. И я просто должен был стрелять. А если я не стреляю, получается, я долбоёб. Ну, логично же, правильно, чат? Возможно, поэтому я так воспринимаю ситуацию, кстати. Поэтому я просто не понимаю, как вообще здесь кто-то может быть виноватым, кроме меня. Потому что, очевидно, в команде прям супер-якорь это я, который не выполнял работу, так ещё и не настреливал в финале. До этого похуй, до этого матча неважно. В финале, если бы я настреливал ко мне, вопросов бы, наверное, не было особо. На меня это всё настолько сильно повлияло, что я просто замолчал. Это было правда, блядь. Ну, типа, честно, ну, Лена ещё на первой карте было ощущение, что она в тельте. Я пытался, конечно, как-то её так взбодрить. Типа, давай, Лена, давай, ебать, кулачок сюда. Там я пытался как-то... Я Курашу подходил 50 раз, говорил, брат, давай успокоимся и выиграем. Всё будет хорошо. Ну, он там все тельтовали. Я Курашелу подходил, говорил, сейчас ты что-то тельтуешь. Там, по-моему, только к Тому было похуй, по ощущению. А те, кто меня уже знают и смотрят стримы, вы представляете, что до такого меня ещё не доводили? Вообще реально? У меня просто такого дохуя раз было. Ну, подобного. Типа, когда я играл с кем-то в Counter-Strike, меня даже особо этот, братишки, нахуй, так бывало, затильтовывал. У неё просто компания такая, она не привыкла к токсикам. Ну, я понимаю, но бывают, ну, такие компании, Лёх. Не было никаких сил и желания ставить паузы, проводить людям психологическую помощь и вернуть команде хороший настрой. Ну, так вернуть его и не было. Все матчи, вчерашняя БО-5, я играла тупо на автопилоте, говорила важную инфу и больше ничего. Всё ничего, мне хотелось сказать, да закройте вы уже свои арты и чтобы это просто закончилось. Блядь, ну это правда, по ней так было видно. Ну, то есть, я потом, ещё после игры, она сидела очень сультованная, я её прям, ну, пытался утешить и говорил, типа, блядь, давай. Ну, короче, я придумал охуенную фразу, я всем её сказал. Знаешь, да, мы заняли второе место, но в этом есть и плюс. Теперь мы знаем, каково это проигрывать. А? 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 В смысле? В смысле, в смысле? Вы чё, ебанутые? Прикольно же звучит. Как в фильме, как в сериале. Да вы заебали, круто же звучит. Я так и не поняла, что вчера я играла гранд-финал турнира или какой-то ебаный лоу-приорити на фейсе. Хэзэй, я вообще убивала кого-то. Вывод на строй адекватное отношение к тиммейтам Также важны, как индивидуальный скилл Даже когда ваша команда сильнее, вы проиграете Если не сможете договариваться И подбадривать друг друга Мне кажется, после такого меня уже никто и ничто В игре не сможет дезаморалить и испортить настроение Лично кому-то претензий нет В жизни тем более Написала все только в рамках коммуникации в самой игре Ну, я говорю, это просто призма восприятия по игре У меня вообще, я по-другому взял эту игру Я считаю, что я ее заруинил, понимаете? Лина, ну, вообще считает, что проблема В менталке, в коммуникации В принципе, она частично права Но просто даже если бы я стрелял и попадал в нужные моменты Мы бы выиграли Сто процентов, я в этом уверен Но не получилось